ребята смотрите что произошло я тут был еще два дня назад с колей здесь просто кто-то поломал домик кто-то вагонка она сверху была видите еще пачки не закона не начатые были стены блин все сломано короче все начиналось как обычно сегодня собирался делать крышу на подъезде вот многие замечали что тут рядом дорога есть здесь принципе ребята дороги накатанной не было вот это колья что есть это накатал я и шлагбаума вот этого не было сегодня приезжаю и бат шлагбаум металлический видите свежий бетон кто-то залил и вот эту траншею кто-то выкопал насколько я понимаю это пожарный ров и я думал все знаете все зацветет листья зеленые будут и ну как бы домик не видно будет но когда мы с коленом сделали стены мы еще когда уезжали я видел что с дороги его уже стало видно короче ребята хотел сегодня сделать крышу я не знаю что теперь делать на две версии либо это кто-то нашел просто с дороги увидел либо это лесники потому что ну шлагбаум вот ну блин он вчера наверное может сегодня даже поставили но бетон принципе уже под застыл наверное вчера чуть через жопу скажите идет вот землянку строил строил нашли домик тут в принципе знаете ну тут за забором уже частная территория и она вроде как все под контролем у меня там все согласовано но в принципе я не на частной территории это строил все-таки вот этот лес ну и наверное какому-то лесничеству относится она если там шлагбаум поставили давайте наверх поднимемся посмотрим что там вообще криптовалюта эфириум подорожала на 10 процентов за сутки и обновила исторический максимум цены что это значит для обычного человека практически ничего но если вы ребята были инвесторами то увеличили свой капитал в эфириуме на 10 процентов компания avalon анализирует рынок крипты и зарабатывает на ней уже более шести лет благодаря своей команде из лучших экономистов и финансистов поэтому их инвесторам нужно лишь успевать считать доход потому что всю тяжелую работу за них делает компания avalon каждый инвестор этой финансовой компании зарабатывает 1 и 3 процента вложенной сумме ежедневно также для них существует много различных бонусов создавая свой пассивный и надежный доход вместе с компанией avalon регистрируйся по ссылке в описании так ты поможешь ней развитию моего канала вон смотрите кто-то ступень выломать пытался но не получилось потому что и гвозди и болт там был ступени в принципе надежные вот что там видно пытался выкрутить ее но не получилось другие уже принципе не трогал ступени ну что ребята поднимаемся сейчас наверх и смотрим на этот от самого верху твою же ж мать блин смотрите стойку сломали здесь вагонка зашита было выбили твою мать чтоб хотя бы неделю он бы постоял я пищу хотя бы знаете вот для завершения проекта ребята две серии буквально доснял бы вот сегодня как и крышу делаю ну и хотя бы раз переночевать в нем чтобы знаете вот как-то вот точку поставить хотя бы такую самую маленькую на проект принципе тут не сильно так-то нашкодничали это все можно ну за пару часов сейчас все отремонтировать но я не знаю какой в этом смысл потому что эти мудаки могут еще раз прийти сюда и опять точно так же сделать ну и шлагбаум этот вообще непонятки вряд ли это ну хейтеры тем более шнете вот вот это произошло плюс шлагбаума но одновременно появилась вот кстати может вам видно вот тут дорогу прям видно и сейчас когда стены возведены были они белые с дороги в принципе вон видите машина поехала видно домик я не знаю что это короче ребята и что делать честно вот в такие ситуации нос очень сильно вешается и блин я не знаю как не материться просто ну стены ладно мы легко они легко дались но вот каркас вот этот ступени кто помнит первые серии ребят это на видео даже близко не передать чего стоило вот этот каркас для пола сделать чтобы нормально стоял вот эти стойки подпорки надо было подпорки выбивать что вы блин стены ломали а забоялись до гэпнуться не знаю что делать короче наверное сейчас просто насколько смогу разберу хотя бы вагонку эту сберечь но я думаю она еще пригодится в принципе можно землянку будет зашить когда она высохнет либо на бомбаре где-то пригодится хотя бомбарь с бетона будет он смотрите тоже видимо бить пытались потому что вот спазика вылезла мы тут все четенько делали он видно кто-то плюху наверно тоже сюда какую-то вольнул и честно говоря это crazy надо немного быть сабот по такой высоте что-то ломать короче что ребята хотя бы вагонку поснимаю я думаю еще пригодится смотрите что надо было так поразбрасывать все нас вон остатки лежали красиво на кучке вот вот она так и лежит а вот это все она была сверху здесь для того чтобы знаете если кто-то вот придет сюда ну там ладно есть эти остатки украдет там тут брус 50 на 50 такой то я еще переживал вагонка ну блин вагонка еще нужно мне было как его брус короче этот фальш брус или блокхаус во вспомнил называется короче что ребята разбираю все то я начинаю наверное строить бункер бункер принципе я думал пускай еще земля подсохнет но контент надо снимать чтоб канал не простаивал поэтому наверное придется с бункером жопу чуха чуть чуть быстрее и делать это дата уже будет знаете моя территория моя крепость моя цитадель такая трейсерская которую в принципе уже точно никто не тронет и не залезет в нее шоу не доломали вроде клипкая конструкция была видите хрен сломали хоть и мы попробуем ладно сейчас шуруковертом разберу я буду нормально разборка оказалась немножко проще чем мне казалось прошло буквально 10 минут и вот у меня в руках последняя стена давайте посмотрим как она будет эпично лететь вниз осталось только саморезики по выкручивать и все ну все если в обратном порядке смотреть по сериям то минус одна или две серии уже не помню сколько две серии каркас и вагонка разобрана ушел сейчас быстренько вот эти саморезики скручиваем и останется только каркас который принципе можно будет уже оставить все что ребята строил пару недель разобрана было мною уже за 20 минут вы архитектор это вы 12 старт штрафу вам за цих два дерева треба было наверно с кем-то посоветоватись спитати можно нам це робити не можно то бачите чтобы я знал как вас найти тип кожен божий день з восьми ранку до шести 7 вечера а зараз пожаронебезпечный период я тут сижу до темна ну как все нормально это лис держава еще одна державна структура и серьезно в общем ребята пришел лесник смотрю что-то красная машина какая-то подъехала я в общем не снимал его в лицо не решил не драконить его в общем что сказал сказал 10 год тюрьмы штраф там короче какой-то должен был бы мне быть в ритм молодец что додумался сам разобрать и дал мне время до вечера ну шо разбираем итак друзья прошло уже недели три может даже четыре с того момента как я разобрал свой домик в общем частично мне малину всю испортил тот лесник видите какие задержки были с видосами в общем как видите я сейчас на байке я отправляюсь в землянку землянку все это время не ездил потому что там была вода я сейчас еду туда в разведку посмотреть что произошло с землянкой и какие вообще дальнейшие планы будут у меня по поводу землянки будет понятно в принципе совсем скоро потому что мы почти уже на месте почему я говорю мы потому что сегодня мне составил компанию димон димон спасибо большое шов такие бука поехал со мной на мотоцикле потому что но дорога тут сложная и как бы случится разное может можно было конечно на машине поехать на решил на байке потому что вот смотрите такая погода такое болото лес красота и вот на таком байке короче круто можно наваливать по лесу я кстати этот байк недавно ребята купил многие может не знают у меня есть второй канал многие знают я короче его забросил там почти два года не снимал туда ничего но сейчас там вышло видео как вот мы прям с коробки достали этот байк собрали его и круто обкатали по таким ну классным классным холмам возможно уже даже два видео там будет на момент публикации этого ролика поэтому переходите смотрите подписывайтесь на мой второй канал ставьте колокольчики там будут часто я думаю мотопокатушки ну и не только мотопокатушки просто вот какие-то влоги ну а что а мы сейчас димоном отправляемся вперед нам тут можно сказать мы уже на финишную прямую вышли да ну шо погнали короче да ребята дождей конечно долго не было но мне кажется вообще нифига ничего не высохло и подозреваю что с землянкой сейчас будет фиаско вот тут я короче на комбике это пузо распорол тут осторожно воды так ну шо самое жесткое препятствие ребята я с удой однажды пробовал на машине проехать тогда здесь только воды не было но я машиной здесь тогда не проехал сейчас когда водой знаете все залило или залило но не так страшно выглядит мне кажется это не очень удачная затея хотя земляночка на месте ухты смотрите ребята как тут все распрело землянка кстати открыто это очень странно что она открыта она не должна быть открыта я ее закрытой оставлял кто-то здесь был так идемте посмотрим кто-то был здесь дверь была закрыта в принципе вода ушла я вам скажу так да не еще под полом есть вода я вижу короче давайте что-то туда булькнем эти он саморез возьмем и булькнем туда что может не видно видите вода еще есть то есть до конца вода не ушла ну какой-то такой беспорядок после того как знаете здесь очень долго мылись полы все видите всплыло где там что по углам было раскидано все короче всплыло видите кое все некрасивая короче надо будет это все драйвать дело еще с этой водой делать вон смотрите сколько я буду но и раньше хотя бы отсюда ушла но походу вода недавно ушла до видно он да еще такие пятна есть короче что делать ну принципе плесени я думал будет много плесени практически нету я думаю какой-то хлоркой все вот это или белизной можно будет вымыть принципе можно продолжать проект землянка ну или откачать вот эту воду я думаю она уже опять не наберется по идее если на уходе или подождать больше думаешь думаешь подождать я понял идемте ребята на улицу подымемся потому что такая чудная погодка реально я аж прям смотрите здесь все вытоптано было кача странка красивая может кто-то кстати это открыл чтобы сырость уходила она просыхала на солнышке может быть интересно кто тут лазил было вандализм но короче новых приступов вандализма нету ну что идемте еще к дому подойдем посмотрим что вообще по дому может кто-то опять хату вломился капец все так заросло ребята месяц всего не был а уже землянки я дом не вижу густы такие не замок висит на месте вижу окна целые с домом все порядок блин как здесь классно погода просто песня природа вот я походу не с теми людьми ребята всегда ездил землянку смотрите не успели приехать димон уже нашел какую-то сапку такую и хоботиться говорит надо все тут я поравнять разровнять все по красоте было да надо вот кстати реально убрать то есть это все раскидана это все ребята под снегом ну знаете где-то ронялась незаметно было сейчас красота такая ну надо еще немножко красоту навести в землянке сейчас давайте я с вот этой метлой спущусь потому что пока тут бассейн был но все так всплыло и в хаотичном вот такому-то там всем короче доски кстати да надо будет прикрутить вот эти то наверное следующий раз потому что шуруповерт с собой не брали но есть отвертка но я думаю что отвертками крутить саморезы такое себе занятие в общем что боже как она все выглядит печально вам не передать ребята короче ладно набираемся мужества и убираем решил ребята начать заметать самого верху конечно метла такая уже серьезная но я думаю если скручу сейчас веник то будет не лучше поэтому пользуемся тем что есть сейчас проще вот это все в самый низ со шкребу потом снизу немножко позаметаю все ненужное повыношу на улицу сейчас может спалим костерчик какой-то сделаем потому что мы с собой сосиски взяли чтоб перекусить он что на такой природке пикничок сделать самый топ особенно сейчас ранняя весна знаете еще вот эти моменты такие когда глаз привык к зиме к пасмурной такой погоде серому небу сейчас все такое выходишь на улицу там деревья цветут зеленые там цветочки какие-то небо голубое красота просто успел я ребята камеру включить димону короче не понравилось вот эта ветка он решил ее спилить и сказал здесь можно повесить такую маленькую кощельку в принципе идея классная я еще думал беседку здесь построить вы как думаете нужна здесь беседка или нет если беседку строить и вот здесь будет кощелька то я думаю беседка должна вот здесь под кустиками быть можно будет вот эту полянку видите вычистить она в принципе ровно и здесь делать беседку и тут хопа сразу же тебя землянка мудро что скажешь как я идея с классом скажу что мы тут засрались немножко про пора наводить порядке да мы и особенно первый раз пришел короче вы засрались ну видите ребята она после зимы всегда так вот эти подснежники так сказать вылазят короче сейчас надо найти что-то наподобие совка потому что внутри по заметал и гребсти на что-то мусор нашел остатки вот такой вот нержавейки вот кто помнит серию соли тут был вот эту штуку с нее делал он остатки нашел я думаю что будет отличный совок кстати смотрите сколько мусора принципе ну это метло идеально не получилось по заметать еще раз пройдусь ну что это знаете так грубую кучку собрал сейчас еще более мелкая насколько возможно попробую собрать мы хотя бы не так противно уже будет здесь находиться потому что ну когда я зашел первым делом в голове такая мысль во срач как бы не совсем мы его развели ну нельзя сказать что не мы точнее я просто когда вот знаете вода поднялась там все вот эти какахи что там а дров было еще где-то что-то оно все вот это плавало сверху кто может помнит как тут затоплено было если не помните вот тут на подсказочку нажмите и посмотрите видео что тут вообще было реально где-то наверно вот столько воды было вот короче что давайте еще вот это метнем так немножечко и загребаем на наш такой самодельный совок так следующий раз ребята буду сюда ехать уже поеду не на мотоцикле на машине потому что на машине когда едешь ну можно хоть что-то с собой привести и какой-то инструмент взять что-то поимонтировать что-то построить еще и обязательно надо взять веничек нормальный потому что это метелка уже конечно жизни повидала правильно пенсию друзья сразу как-то даже не заметил я такой сотрю оде выключатель мой вот этот тумблерок такой помните как в самолете специально такой покупал красивый вот смотрите выдрали провод вот выдрали всю светодиодную ленту вот так была лента и вот так была лента и вот тут короче кусочек не забрали наверное просто не заметили лошары ну ладно спасибо что хоть не сожалею нафиг землянку забирайте эту светодиодную ленту я полагаю что она тут от сырости уже накрылась и скорее всего она не работает ой на крайняк господи новую куплю сколько тут было четыре метра светодиодной ленты ну пока костер горел получилось ребята как-то так очень сильно не хаботились вот так уже начали видите расчищать такой проход вот тут будет качелька я думаю что там надо будет эту полянку вычистить и будет беседочка там будет прикольно как раз знаешь так под кустами пошли сосиски жарить так ребята купили по дороге вот такие вот сосисочки огонь уже прогорел и сейчас над угольком они будут у нас жарится вот один шампур еще с прошлых разов остался какой-то плесенью покрылся но димон сказал что плесень это органическая фигня поэтому вреда ничего не будет в общем купили такие сосиски по дороге ну что-то они короче знаете когда в сельских магазинах что-то покупаешь оно такое все стрёмное мы вроде самые красивые взяли потому что там какие-то реально стрёмные были малость проще надеюсь что мы не просрёмся от них и все будет добро оп оп предлагаю одну сырую заточить так ого какая температура прям как в аду сейчас надо их крутить вертеть очень быстро потому что сгорят если не ошибаюсь ребята со школы еще не сидел на столе в школах всегда на партах мы сидели учителя постоянно говорили на судить на партах нельзя мы короче все сидели на ремонт короче что ребята многие писали в комменты по поводу бункера когда будет бункер когда бункер почему не снимаешь видео видео не снимал сейчас вот там надо сделать документы на бункер чтоб это все знаете легально было потому что если соседи какие-то увидят по участку что я что-то строю на стукачат куда-то чтобы с бункером проблем не было как вот получилось с домиком кстати да в этой же серии вот я уже просто забыл это было месяц назад ну короче хочется все сделать по правильному чтобы он уже остался меня оттуда никто не попер чтоб там не было незаконного строительства и так далее тому подобное в общем когда бункер начну не знаю сейчас надо там проект типа сделать короче там много хоботни всякой я надеюсь что летом мы начнем его строить и потому что когда начнем строить там уже в принципе пофиг там уже стройка пойдет будут регулярно какие-то серии выходить и так далее тому подобное по поводу землянки внутри ну чувствуется такая сырость я не знаю получится ли ее вывести немножко плесени есть я думал на самом деле плесени будет больше а воды не будет но оказалось что вода еще есть а плесени мало может быть напишите в комменты что сделать там может каким-то антисептиком все обработать может чем как ну может до конца не вывести хотя бы просто убить плесень чтобы ну там ничего не подхватить я думаю еще когда сюда приеду на целый день что-то делать то можно будет там беспрерывно копить печку он димон подсказал может быть даже окна надо вытянуть чтобы она лучше просохла планах вот это все заложить дерном чтобы найти вот травичка так было и просто странички с холмика торчал дымоход было бы красиво мне кажется и думаю построить потом беседочку качельку сделать и оградить это все забором пишите короче в комменты что вы на эту тему думаете может что-то другое сделать или вообще может не надо заниматься этим проектом потому что видите каким халатный бассейн то можно сказать был хотя планах я думал что вот сейчас где-то я буду строить в это время года уже другую комнату в ней мы сделаем баню с бассейном но видимо короче я не знаю если смысл в этом короче делать в общем пишите в комменты я знаю что мы многим зрителям нравится проект землянка я еще много чего здесь не успел ребята сделать пишите стоит ли этим вообще заниматься или уже сразу там будем бункер мутить может быть даже такое что мы знаете параллельно что-то здесь будем делать параллельно бункер на бункере а может быть начну строить недели через две тока или через месяц это начну строить я не знаю что ну как долго будет сниматься первая серия друзья еще раз хочу напомнить про компанию avalon ссылку на которую можно найти в описании переходите регистрируйтесь зарабатывайте мне кажется ребята сосисочки уже готовы слушайте как они шкварчат а как шкварчит у меня рука над углем смотрите мы сняли обувь потому что в мотоботах особенно мокрых мотоботах очень тяжело в такую жиру ходить здесь вообще балдежника так ноги отдыхают блин я честно даже и не хотел бы уезжать отсюда но дорога дальняя мы короче едем такими оффроуд путями мы не едем по дороге потому что у нас как бы техника для другого предназначена еще раз ребята напомню что есть очень крутые покатушки по оффроуду по холмам на вот этих мотоках на втором канале ссылочка в описании переходите мы сейчас димоном похаваем и будем наверное выдвигаться потому что ехать нам далеко так ну что ребята в instagram красиво сфоткался крыша не провалилась поэтому собираем монатки и валим вы вышел можете ребята подписаться на канал обязательно оставьте какой-то комментарий я все комментарии читаю прислушиваюсь иногда к ним у не ко всем но ректорами туда прислушиваюсь а мы погнали